Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье перед воздвижением, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 13 по 17, и рядовое Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иродьякона Свято-Троицкой Александра Невской Лавры отца Александра. Речи Господь притчу сию, уподобися Царствие Небесное человеку-Царю, иже сотвори браки сыну своему. И посла рабы своя призвать званые на браке, и не хотяху прийти. Паки посла ины рабы глаголя, рците званым, се обет мой уготовах, юнцы мои и упитанные из колена, и вся готова, прийдите на браки. Они же не брегши от идоша, ов уба на село свое, ов же на купли своя. Прочие же емши рабы его досадиша им, и убиша их. И слышав царь той разгневася, и послав воя своя, и погуби убийцы оны, и грат их зажже. Тогда глагол рабов своим, брак у богатов есть, званые же не быши достойни. Идите оба на исходящие путей, и елиц их ащебрящите, призовите на браки. И шедши раби они на распутье, собраша всех елиц их абритоша, злые же и добрые, и исполнится брак возлежащих. Вшедши же царь видеть возлежащих, видит у человека необолченного одеяния брачные. И глагола ему, дружи как овшел и сисемо, не и мы одеяния брачные, он же умолча. Тогда рече царь слугам, связавши ему руцы и нози, возьмите его и верзите в отму кромешнюю. Ту будет плачь и скрежет зубом. Нози бо суть званни, мало же избранных. Предлагаю прочитать вместе этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь такую притчу. Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав осем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. «Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Когда кто-либо имел желание устроить пир, к примеру, в честь брака своего сына, он заранее рассылал приглашение, но без указания точного дня и времени. Когда же все было полностью готово, вестники повторно обходили и созывали всех ранее приглашенных. Архиепископ Аверки Таушев поясняет, что в этой притче под образом званых надо понимать народ иудейский, а под слугами царя ветхозаветных пророков. Под истреблением убийцы и сожжением их города необходимо разуметь гибель иудейского народа и разрушение Иерусалима. «Призывание на брачный пир всех, кто встретится, это призывание в Царство Божие всех людей, которое последовало тогда, когда иудеи отвергли апостольскую проповедь. На брак в Царствие Божие призываются все, и добрые, и злые, ибо для вступления в него не нужна ни святость, ни заслуги. В него призываются не за дела, а по милосердию призывающего». Как мы видим, приглашение царя на пир было отвернуто в грубой форме. Последствия этого отказа ужасны. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц. Он их и сжёг город их. И действительно, гибель постигла тех, кто отказался узнать Сына Божия, когда он пришёл в мир. Так, в 70-м году город Иерусалим был разрушен до основания, а храм был разграблен и сожжён. «И так как брачный пир готов, а званные не были достойны, то царь повелевает своим рабам, «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир». Приглашение Божие было послано людям, которые символизируют язычников, никогда не ожидавших столь милостивого приглашения на пир в Царство Божие. Но Господь ставит определённое условие пребывания на брачном пиру. Наличие брачной одежды. Борис Ильич Гладков замечает, «Как на царский пир восточных царей приглашённые могли войти не иначе, как в парадной одежде, предлагаемой им от царя, так и в Царство Небесное можно войти только с чистой душой, в светлом одеянии добра и Божьей правды. И как не пожелавшего надеть предложенную ему от царя одежду выгоняют из ярко освящённых палат царского пира за стены его двора, где изнанного поражает внешняя тьма, где он от ночного холода и стыда и досады скрижащит зубами, так и в Царство Небесное не будет допущен тот, кто свою грязную одежду души не сменит на одежду света». Завершая рассказ притча, спаситель замечает, «Ибо много званных, а мало избранных». И эти слова научают нас тому, что в Царство Христово призывается каждый, кто откликнется на проповедь Евангелия, но входят в это царство лишь избранные. Ефимий Зигабен пишет, «Никто не должен полагаться на один только вход на брачный пир, то есть одну только веру во Христа, но, омывшись крещением, должен одеться также в брачную одежду, то есть быть украшенным и достойным будущего брачного пира. Одежда эта есть чистая и беспорочная жизнь, подобно одежде, сотканная из добродетелей». Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что любовь, милосердие и благодать Божие являются не только даром, но и ответственностью. Именно поэтому, встретившись один раз в своей жизни лицом к лицу со Христом, мы уже не вправе продолжать жить так, как жили до этой встречи. Во время Таинства Крещения священник произносит слова, «Облачает царап Божий в ризу правды». И эта риза, одежда, символизирует чистоту, святость и добродетель, которую мы обязаны хранить всю нашу жизнь, дабы войти в открытые врата брачного пира Царства Божьего. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! 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 Продолжение следует...